Грузия и Анлиния, Грузия, российские спецслужбы в Европе создают новые сети резидентуры. Грузия и Анлиния, Грузия. 15 ноября 2019 года. Согласно официальной информации, представители оккупационного режима Цхинвальского региона прибыли в Германию по приглашению депутата регионального парламента Берлина Гуннара Лендермана, который также является одним из лидеров оппозиционной партии АТК. Альтернатива для Германии. Вместе с Лендерманом представители оккупационного режима встречали его коллеги и соратники Франк Шер Мессер, Хеннинг Зос и Рихард Гретцингер. Как заявил независимый эксперт Гача Гварамио, то, что Россия дешевыми методами старается придать оккупированным ее территориям Грузии, Абхазии и Цхинвальскому региону, хоть какой-то международный статус не является новостью. Интерес вызывает личности, участвующие в этом маскараде, заявил Гварамио. Все четверо – Лендерман, Шер Мессер, Зос и Гретцингер – это люди, которые в нарушении международных прав не раз посещали оккупированные Россией территории как Грузии, так и Украины. Более того, принимали участие в качестве так называемых международных наблюдателей на разных выборах, проводимых на этих территориях. Они не раз заявляли о легитимности признания Абхазии Цхинвальского региона. Неоднократно подчеркивали в своих заявлениях о поддержке ДНР или НР, а также оккупацию Крыма. Учитывая такие стечения обстоятельств, нетрудно догадаться, откуда ветер дует. Как заявил эксперт, еще более интересна деятельность этой партии, которая была создана всего лишь в 2013 году. АТК, которая была создана в 2013 году и на первых ее выборах в Бундестаг, набрав менее 3%, не получила ни одного места. На следующих федеральных выборах 24 сентября 2017 года набрала 12,6% и получила 94 места в Бундестаг. Такой скачок за 4 года не происходит без существенной финансовой помощи, заявил Гварамио. Со слов эксперта интерес вызывает также идеология партии. По распространенным сообщениям, АКТ описывает как немецкую националистическую, правопопулистскую и евроскептическую. По тем же сообщениям, партия имеет расистские, исламофобные, антисемитские и ксенофобные тенденции, связанные с ультраправыми движениями, такими как неонацизм и идентиризм, белонационалистическое движение, которое поддерживает идеи культурного расизма, ксенофобии, создание государств только для белых. Именно распространение и поддержка таких идеологий, на основе которых создаются разного рода политические партии, религиозные и фундаментальные организации, террористические организации, являются сферой деятельности российских спецслужб. Заявил Гварамио. Возвращаясь к вопросу создания клуба «Герман-Осетинской дружбы» эксперт заявляет об угрозах, исходящих со стороны российских спецслужб. Можно с уверенностью сказать, что, с одной стороны, российские спецслужбы под прикрытием клуба создают очередную резидентурную сеть, через которую будут поступать очередные директивы. С другой стороны, по этой же цепочке будут развивать эту сеть в других странах Европы, заявил Гварамио. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.